Здравствуйте! На государственном телеканале Западная Армения очередной выпуск новостей сегодня в эфире. На реках оккупированной Западной Армении турецкие власти продолжают строительство водохранилищ. В Баку продолжается судебное заседание по сфабрикованному делу против двух армянских военнопленных. Глава агентства по ядерному регулированию Японии выразил готовность сотрудничать с Арменией. Посол Тресси во время визита на границу в Верхнее Шоржо Соединенные Штаты отвергают применение силы в случае ограничения. В Бюрокандской обсерватории будут проводиться международные научные мероприятия. Последние армянские жители села Банан с Дашкесанского района, оккупированные Азербайджаном 27 июля 1989 года, были изгнаны. Виноградки и лиска раз из Западной Армении килики и даст богатый урожай. Как сообщила бывший председатель водного комитета Инесса Габаян, строительство водохранилищ на турецкой стороне будет иметь катастрофические последствия для рек Аракс Ахурян. Ранее в СМИ сообщалось, что власти Турции планируют построить водохранилища на реках Западной Армении. По словам Габаян, сток этих рек будет уменьшаться до тех пор, пока они не будут заполнены водохранилищами. А вода в реках будет поделена между Арменией и Турцией. Другими словами, водные ресурсы Западной Армении, оккупированной Турцией, увеличатся, а в Республике Армения уменьшатся. По словам Габаян, река Ахурян орошает Таллинские и Баграмянские районы, которые являются серьезными сельскохозяйственными угодьями. Река Аракс орошает районы Армавира и Эчмиоттина. При этом она отметила, что ирригационная инфраструктура изношена. Потери воды составляют 45-40%, а местами даже 60-70%. Бывший председатель комитета убеждена, что необходимо искать альтернативные пути увеличения водных ресурсов и сокращения водосборов. 26 июля в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по фальшивому уголовному делу против армянского военнопленного Давида Тиграновича Давтяна и Геворга Рубеновича Сауджяна. По данным азербайджанских СМИ Давиду Давтяну и Геворгу Сауджяну представлены обвинения по статьям 276 «Шпионаж». 228 – незаконное приобретение или ношение оружия. 279 – создание вооруженных формирований или групп. 318 – незаконное пересечение государственной границы Уголовного кодекса Республики Азербайджан. Находящийся с рабочим визитом в Японии президент Республики Армения Армен Сарксян посетил агентство ядерного регулирования Японии и встретился с президентом агентства Фукетой Тойоши. Президент Сарксян и Фукетой Тойоши обсудили вопросы сотрудничества в области ядерной безопасности. Клава агентства по ядерному регулированию Японии выразил готовность к сотрудничеству с Арменией, отметив, что они постоянно оснащают АЭС оборудованием, адаптируя их к рискам, и их опыт в этой сфере может быть поучительным и полезным для партнёров. 26 июля посол США в Армении Лин Тресси в сопровождении представителей Министерства обороны Армении посетила Гигархунивскую область. Командир воинской части Арай Карутюнян представил посолу ситуацию на армяно-азербайджанской границе, после чего они посетили границу участка Верхняя Шоржа. По сообщению Департамента информации и связи с общественностью Министерства обороны Армении, посол Тресси подтвердила озабоченность США инцидентами на армяно-азербайджанской границе и подчеркнула, что Соединённые Штаты отвергают применение силы в приграничной зоне. Согласно источнику, посол также подчеркнул, что Соединённые Штаты, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, по-прежнему глубоко привержены работе со всеми сторонами для достижения прочного политического решения арцахского конфликта. В то же время, по словам Лин Тресси, США призывают стороны как можно скорее вернуться к переговорам с сопредседателем Минской группы. При финансовой поддержке Комитета науки Министерства образования и науки Республики Армения в сентябре в Бураканской обсерватории имени Абарцумяна пройдут два международных научных мероприятия. Первым из мероприятий является вторая региональная летняя астрономическая школа, а вторым – Международная конференция по астрономии на перекрёстке междисциплинарных наук, посвящённая 75-летию Мюроканской обсерватории. С 13 по 17 сентября состоится региональная летняя астрономическая школа. Цель школы – объединить начинающих астрономов, магистров и диссертантов в смежных областях. Крайний срок подачи заявок – 10 августа. Подробнее о школе. С 20 по 24 сентября состоится Международная конференция астрономия в четырёх отраслях междисциплинарных и мультидисциплинарных наук. Она посвящена ведущей роли астрономии в науке и культуре, а также в других сферах человеческой деятельности. Село Бананц в Дашкенанском районе оккупированном Азербайджаном в провинции Гардман в исторической провинции Упик Великой Армении. По крайней мере, с 4 по 3 тысячелетия до н.э. и почти до 1989 года до депортации Бананц всегда был одним из самых густонаселённых поселений во всём регионе. Об этом свидетельствуют сохранившиеся рядом с деревней многочисленные крупные кладбища дохристианского, средневекового, а также обилия стоящих или разрушенных церквей и часовин в деревне. Около Бананца сохранилась клинопись. Праздник Вартовар в селе отмечали с большой помпой. Несмотря на многовековое существование Бананца и, по-видимому, славное прошлое, свидетельства о Бананце, сохранившиеся в письменных источниках, крайне скудны. Происхождение названия села этимологизировано, как Банан, то есть место работы. Население Бананца продолжало расти до оккупации Азербайджана в последующие годы. В 18-м году 20-го века в советском Азербайджане богатым плодородными землями и подпищами началась антиармянская политика, которая привела к сокращению населения. По переписи 1976 года армянское население села составляло 1695 человек. 27 июля 1989 года были депортированы последние жители села, что впервые в истории тысячелетий убило армянскую жизнь в Бананце. Депортированные Бананцы в основном поселились на территории Республики Армения. Западная Армения подтверждает, что по всем международно-правовым соглашениям Северный Арцах является неотъемлемой частью государства Армения. Эмиграция коренного армянского населения туда является турецким геноцидом. В Килис-Айнтапском районе Западной Армении виноград сорта Килис-Карас, несмотря на засуху, радует виноградарей высоким урожаем. Виноград Килис-Карас – одно из важнейших средств существования для жителей региона, а в сушеном виде – один из незаменимых продуктов зимнего сезона. Виноград экспортируется в разные страны. Подготовка к сбору урожая уже завершена. Этот виноград играет важную роль в экономике города. Он выращивается на площади около 160 тысяч гектаров. Несмотря на засуху, в этом году ожидается урожай около 50 тысяч тонн. Сбор урожая начнется примерно через месяц. Килис-Карас пока что стал товарным знаком и подана заявка на его регистрацию. Сбор урожая начнется. Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телеканала Западной Армении. А на сегодня все. Желаем вам всего хорошего.